Привет-привет, ребятки! Очень долго думала, записывать сейчас это интро или нет, но мы с Оливкой и вообще с Вадимкой все заболели, поэтому извиняюсь немножко за свой севший голос. Некоторые моменты я снимала до болезни, некоторые будут звук и голос мой, который вы сейчас слышите, к сожалению. Но очень хотела с вами поделиться нашими топ-5 любимыми завтраками, которые Оливия съедает с удовольствием. Очень давно меня просили снять такого рода видео, надеюсь, что вам понравится. И вдруг, если есть какие-то еще запросы, обязательно пишите внизу в комментариях. Завтрак номер один, панкейки. Никогда не ошибишься с панкейками, для этого нужно одно яйцо, стакан молока, стакан муки у меня цельнозерновая. Буквально столовая ложка у меня темный сахар, семена чая будет где-то, чайная ложка, и один очень мягкий банан и один очень-очень голодный ребенок. Так как Оливка мне разбила совсем недавно мою миску для замешивания, придется делать в кастрюльке. Но все можно менять по вашему желанию, как вы хотите, какие-то продукты возможно заменить. Если малыш еще маленький, то не добавлять сахара, конечно же. Ну, в принципе, моему ребенку уже 19 месяцев, и она редко ест, скажем так, чистый сахар, но если я что-то делаю, то подслащиваю немного, если необходимо. Также забыла показать, что нужно масло в само тесто для панкейков и разрыхлитель. Сейчас еще достану блендер. Сейчас с бананом я забью яйцо с сахаром, потом добавлю молоко, потом муку, семена чия, масло. После муки, точнее, разрыхлитель. Ну, в общем, как обычно все. Я уже практически все делаю на глаз, но примерно на один стакан молока идет один стакан муки. Тесто должно получиться густым. В конце, естественно, я вам покажу, потому что я уже не использую никакие стаканы, я просто добавляю на глаз и смотрю, когда у меня получится нужная консистенция. Очень мне нравится цельнозерновая мука для этого. Знаете, это намного лучше, чем кушать скучные каши, а полезность даже та же. Смотрите, примерно такое должно получиться тесто по консистенции, чтобы оно не сильно стекало у вас. Иначе панкейки просто получатся либо очень тонкими, это будут просто у вас блины. И сейчас я уже добавила разрыхлители. На этом этапе добавлю где-то, получается, столовая ложка масла. Можете использовать не подсолнечное, а, например, кокосовое масло. Потому что панкейки жарятся без масла именно на сковороде. И добавлю тоже семена чия, мы их очень любим. Оп, добавила больше, чем хотела, держа камеру. Ну ладно, и не страшно. Панкейки будут жариться до тех пор, пока на поверхности не будут появляться пузыри. Тогда нужно будет перевернуть и жарить где-то. Все жарится на медленном огне. Лучше, чтобы была сковорода с тяжелым дном. Где-то минуту потом на следующей стороне. Очередной день. Сегодня будет еще одно супер любимое блюдо. Это омлет. Надеюсь, все знают, как делать омлет. Мы с оливкой себе сделаем из двух яиц омлет напополам. С молочком, без соли, с сыром. И будут тосты с крем-сыром. А у Вадимки будет яичница с байконом и овощами. Ой, что это ты там проехала? Все нормально, ей дальше. Приятного аппетита. Следующий завтрак. Сырники. Для этого нужна пачка творога. Примерно 400-500 грамм. Успех сырников заключается в том, что нужно выбирать хороший творог. Одно яйцо, изюм, который вымочен в кипятке и манная каша. Если творог крупный и зернистый, возможно, лучше его даже в блендере взбить, чтобы он был нежный. То есть, больше как такая даже творожная масса. Просто все буду перемешивать. Яйцо, творог, немного сахара. Можно сказать, секрет моих сырников в том, что у них абсолютно нет муки. Я добавляю вовнутрь немного манной каши, как вы видели, столовую ложку. И тоже их вволакиваю в манную кашу. От этого они получаются очень нежные, чисто творожные. Получается такая хрустящая корочка. Очень-очень вкусно. Сырники будут жариться на среднем огне. Если у вас не тефлоновая сковорода, то придется, наверное, добавить немного масла. Либо постелить пергаментной бумагой. Нужно подождать, чтобы сформировалась корочка, подрумянилась. Потом перевернуть сырники. Снова подождать, чтобы с другой стороны была корочка. И потом накрываем крышкой и делаем медленный огонь. И тоже еще минут 5-7 вот так вот томим. И они получаются очень нежные и очень вкусные. И вуаля! Готово! Готово! Еще один творожный завтрак. Это всем известные ленивые вареники. Но, возможно, кто не знает, у тоже нужен творог. Здесь нам понадобится мука, тоже яйцо и сахар. Мука у меня та же цельнозерновая. Опять же, делаем все то же самое с творогом. Если, опять же, у вас очень он зернистый, лучше забить блендером. Добавляется яйцо, добавляется сахар. И здесь нужно, конечно, больше муки. В зависимости от того, насколько у вас, можно сказать, мокрый творог и насколько большое яйцо, нужно добавить так муки, чтобы вы могли вымесить валик, такой цилиндрик для ленивых вареников. Но не перебивайте, потому что во многих рецептах реально добавляют, ну, чересчур много муки. И тогда вареники эти получаются, вот, не творожные, а больше, как знаете, чувствуется мука дубовая и немного творога. Я больше именно хочу, чтобы прям творог чувствовался вовсю, поэтому я, наверное, добавляю где-то 4 столовые ложки муки. Теперь выберите поверхность, где вы будете катать сами вареники. Можно просто на столешнице, можно на разделочной доске. И тоже нужно присыпать мукой, чтобы ничего не прилипало. В принципе, я добавила многовато ее, ну, ничего. Затем, когда берутся вот эти вот, назовем их так, творожные колбаски, все равно лишняя мука будет с них осыпаться. Ну и вот, видите, что тесто, в принципе, не сильно прилипает к рукам. Ну, то есть, можно что-то сформировать. И теперь катаю. Тоже тут можно делать какой угодно размер. То есть, как вам удобна форма, размер, как вы порежете, какая толщина. И после этого всего они добавляются в кипящую подсоленную воду. Нужно просто подождать, пока они всплывут на поверхность. Это будет, наверное, тоже минут где-то 5. И все, и можно подавать к завтраку. Приятного аппетита! Ну, горячее. Будем дуть сейчас. Угу. Ну, это именно так. Успех! Тебе личико кремиком мажешь, да? Молодец! Умничка! Вот так, молодец! Аккуратненько! И последний, пятый завтрак, который хочу вам показать. Это больше такой, как бонус. Но одно из самых любимых блюд с оливкой на двоих. Это лаваш или тортиджа с сыром. Мы просто обожаем. В магазине не было других вариантов, но вообще чаще всего мы берем вот такие вот лепешки, именно цельнозерновые. Эти просто пшеничные, не цельнозерновые. Но все равно это очень-очень вкусно. Быстро. Ребенок доволен. Сытый. И буду подавать с фруктиками. И, может быть, немного йогурта посмотрим. Поняла, что вам даже не рассказала, как же это все делается. Просто на сковороде, либо в духовке лаваш складываете ваш любимый сыр, закрываете, и все на медленном огне. Либо в духовке на 160-180 градусов, либо на сковороде, пока не расплавится сыр. Надеюсь, вам понравились рецепты. Если вы вдруг что-то повторите, отмечайте ваших малышей в инстаграме. Мне будет очень приятно посмотреть. Ну, и увидимся совсем скоро. Целую, и до новых встреч. Пока. Пока.